Кто-то спросит, вы хоть знали, по соседству рядом жил, покорял любые дали и на шаре даже плыл. О рекордах Фёдора Конюхова знают даже дети. За его плечами покорённые вершины и океаны нашей планеты. И каждый раз, возвращаясь из очередного путешествия, Фёдор Филиппович берёт в руки кисть и оставляет свои воспоминания на полотнах. Ведь, по его мнению, настоящий путешественник не тот, кто колесит по миру, а тот, кто открывает этот мир другим. Неважно, каким способом – с помощью научных исследований или творчества. Главное, что после поездки или очередного рекорда впечатления принесут пользу. Например, картины Фёдора Конюхова должны настроить зрителей на позитив. В его работах нет места пугающей реальности. Я в океане. Там депрессия, там темно, там холодно. Вы бы вышли, так задавило бы вас полностью. Мне хочется, чтобы у вас были свои крылья. Я хочу, чтобы человек вышел с моей выставки или зашёл в мастерскую, увидел, как я работаю, или увидел картину мою. И вышел, и ему хотелось что-то делать, творить. И мир, чтобы на улице пускать дождь, а он видел солнце. Сам автор провёл удивительную экскурсию по выставке. Он рассказал, как учился литографии и почему перешёл к рисованию красками, откуда берутся сюжеты для картин и для чего во время путешествия выполняются наброски будущих произведений. Каждая работа вызывала у Фёдора Филипповича бурю воспоминаний. Чтобы вступить в Союз художников СССР, нужно было, это как вот диссертацию написать, нужно было раскрыть свою тему и технику. Вот и я, и то, у меня такая была жизнь и быть народов Севера раскрывал. В 1982 году, в декабре месяце, как раз на мой день рождения, так совпало, что меня приняли в члены Союза художников СССР. Все работы Фёдора Конюхова рассказывают о путешествиях, но главный в них человек, который доказывает, всё можно преодолеть, если ставить правильную цель и идти к ней. И потому, по мнению Фёдора Филипповича, молодое поколение должно превзойти своих учителей. «Мы даже сейчас ставим цели и делать восхождение не на Эверест, а делать восхождение на гору Олимп. Это самая высокая гора в нашей Солнечной системе. На Марсе гора Олимп высота 21 километр 200 метров. Что такое Эверест? 8848 метров. Вот туда, до любого надо». Сам Фёдор Конюхов бесконечно влюблён в нашу планету и говорит, что на Земле нет некрасивых мест, и каждый уголок хочется описать в картинах. Но самый прекрасный он считает Россию, ведь именно здесь живёт душа. «Летишь в Европу, или в Америку, или в Англию, там всё красиво, всё хорошо, но там, знаете, только красота, она тебя не трогает, потому что там нет духовности. Когда ты летишь над нашей страной, храмы стоят, купола, великая и по смыслу, и по территории». Впечатление от полёта на воздушном шаре, который Фёдор Конюхов со своим товарищем Иваном Миняйло совершили в марте этого года, путешественник планирует тоже передать с помощью красок. Возможно, на картинах появится птица Дрозд, ведь тот рекордный полёт был посвящён 20-летию социального проекта компании «Фусагра» – детям России, образования, здоровья и духовность Дрозд. Ну а пока балаковцы могут увидеть работы художника, которые были написаны по итогам его предыдущих путешествий. Посетители открывают для себя удивительный мир, говорит директор балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев, который уже в третий раз осмотрел экспозицию. «Каждый художник видит так, как он видит, и никто не вправе его упрекнуть или сказать, как надо. Поэтому каждый здесь сегодня найдёт что-то своё интересное». Балаковский художник Владимир Тумбаков по счастливой случайности три года назад оказался в творческой мастерской Фёдора Конюхова и удивился простоте этого человека. «Вы знаете, такой глоток воздуха я захватил в этом месте. Фантастический. Я приехал, конечно, к себе домой с поразительными чувствами. Великолепно, что он появился у нас в городе. И огромное, огромное спасибо «Фусагра», что они, конечно, организовали вот эту выставку». Экспозиция будет работать в городском выставочном зале, что за администрацией до 10 мая. Вход бесплатный.